Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Я сейчас нахожусь совершенно не дома и далеко от своей студии, но тут мне сообщают нечто. Я смотрю, что биткоин растет, и он уже достигает почти 12,5 тысяч. И что же произошло? Самый популярный сейчас вопрос моей лички в Телеграме. PayPal, многомиллиардная компания, только что объявила, что они разрешают своим пользователям покупать и продавать биткоин и криптовалюту прямо в аккаунте PayPal. То есть клиенту даже не нужно скачивать какие-то кошельки, запоминать, как что работает. Заходишь в аккаунт PayPal и работаешь с биткоином. PayPal это электронная платежная система, которой пользуется 200 миллионов человек. Она работает с 25 национальными валютами, и ею пользуется 200 миллионов человек. Также эту систему принимают 26 миллионов магазинов. Вы представляете, как это масштабно и что это может сделать с биткоином? Я помню, в 2018-2019 ходили только слухи о том, что PayPal хочет это сделать. Многие тогда говорили, что эти слухи были просто вбросом и ложью, но как оказалось, нет. Так что цена биткоина может потенциально взлететь еще выше. Но, пожалуйста, будьте осторожными. Когда что-то настолько очевидно, то может произойти неожиданное. В нашем случае какой-то поход вниз. Я даже вспомнил одно правило. Покупай на слухах, но продавай на новостях. Но меня, как холдера, на самом деле это не очень волнует. Я могу стерпеть и 50% падение биткоина на краткосрочной перспективе. Компания PayPal добавит поддержку криптовалют, что позволит пользователям платежной системы покупать и продавать биткоин, эфириум, биткоин кэш и лайткоин, а также хранить их на встроенном кошельке. Плата за хранение криптовалюты взиматься не будет, а до 31 декабря 2020 PayPal не намерены брать и комиссию при покупке или продаже криптовалюты. Давайте вспомним банкоматы, в которых можно покупать биткоин. Там комиссия от 4 до 6% не очень добавляет желания купить крипту, не так ли? А здесь комиссия будет нулевой до 31 декабря 2020 года. И скорее всего это станет стимулом для тех, кто хотел купить биткоин, купить его именно до 31 декабря 2020 года. Кроме того, в 2021 году в приложении появится возможность расплачиваться цифровыми активами во всех 26 миллионах торговых точек, в которых пользуются PayPal. На первом этапе свершать операции с криптовалютой в системе PayPal смогут только в Америке. Там это будет уже через несколько недель. В первой половине 2021 года компания планирует выйти на международный рынок. Дэниел Шульман, главный исполнительный директор PayPal, выразил надежду, что появление новой функции ускорит процесс признания криптовалюты обществом. То есть принятие криптовалюты ускорится. Также он отметил, что это обновление поможет подготовить платежную систему к возможной работе с цифровыми валютами, выпущенными государствами и корпорациями. А вот это очень важно, ведь PayPal уже сейчас готовится к цифровой экономике. И если они говорят о том, что планируют выйти на международный рынок в 2021 году, то, скорее всего, 2021 год станет переломным для всей финансовой системы. Именно в этом году, скорее всего, наша цифровая экономика наконец-то заработает. Мы работаем с центральными банками и думаем обо всех формах цифровых валют и о том, в какую роль может сыграть PayPal, сказал Шульман. Ребята, я считаю, что это просто большие новости, пожалуй, одна из самых больших за последние два года. Особенно хочу заострить ваше внимание на том, что происходит с ценой биткоина. Она растет в ответ на такое заявление PayPal. Это означает только одно, мы сейчас находимся на совершенно другом рынке. Не таком, каким он был в 2018 и 2019, когда даже суперпозитивные новости совершенно никак не влияли на курс главной криптовалюты. Именно 2018 и 2019 годы стали причиной, почему некоторые трейдеры до сих пор не могут перестать быть шортистами. Они до сих пор мыслят теми годами. Вот и шортят биткоин с 5000 долларов, с 6000 долларов и дошортились уже до 12000. Вот почему быть холдером лучше всего, ребята. Когда цена растет из-за позитивных новостей, это означает, что мы находимся в бычьей среде. В 2018 и 2019 такого не происходило. Ребята, звук может быть не очень качественным. Я нахожусь сейчас далеко от своего привычного микрофона. Но когда я увидел эту новость, когда мне сообщили об этом, я сразу же захотел ее осветить. Потому что это действительно очень-очень важно для биткоина и криптовалюты. Особенно для их принятия. Только представьте, люди, которые пользуются PayPal, смогут покупать биткоин фактически в один клик. Прямо со своего аккаунта. Это же круто. Поэтому я буду очень благодарен вам за любую активность под этим видео. Лайки, дизлайки, комментарии. Это мне очень помогает. И сейчас я не лукавлюсь. Крис с канала MMCrypto сказал, что PayPal только что начал новый булран биткоина. По его словам, биткоин достигнет 300 тысяч долларов в этом новом булране. Однако для этого нужно выполнить одно условие. Сейчас я постараюсь по-быстрому перевести этот отрывок для вас. Ссылка на оригинал будет в описании. Давайте перейдем на недельный график, где я покажу вам следующую цель для биткоина. Это анализ на основе Fibonacci. Давайте растянем сетку от исторического пика до низа крайнего медвежьего рынка. Вы сразу же вспомните, что самые важные уровни Fibonacci находятся в золотом кармане. Итак, вы можете увидеть, что этот карман находится вот здесь, между уровнями в 13200 и 13800 долларов. И это идеально совпадает с пиками цены биткоина в июле 2019. И если мы вернемся сюда, то увидим, что уровни Fibonacci также идеально предсказали все эти откаты. Так же, как и тут, кстати. Так что мы видим, что Fibonacci очень хорошо предсказывает цену биткоина. Я думаю, в случае, если биткоин сможет, я не говорю, что прямо сейчас или завтра, не будьте слишком жадными. В общем, если биткоин сможет укрепиться над этим уровнем в 12500 долларов, что является предыдущим хаем в августе этого года, то я думаю, что этот золотой карман Fibonacci будет следующей целью. А это около 13500 долларов в этом диапазоне. И знаете что? Если мы и эту цель возьмем, то исторический пик окажется совсем рядом. Я не говорю, что мы оседлаем его уже в ноябре. Но все мы знаем, как резко может ходить биткоин. Иногда его движения просто вертикальные. Посмотрите, мы уже преодолели множество предыдущих вершин. И если мы сейчас преодолеем последнюю, то это может означать начало булрана. Начало этой финальной стадии, как это было вот здесь. И я много раз об этом говорил, но повторю, что наша цель приближается даже до 300 тысяч долларов в этом цикле. Вопрос тут заключается также и в покупательной способности доллара и в том, сколько будут печатать ФРС США. Они делают самый большой вклад в рост биткоина. Они делают самый большой вклад в рост биткоина. Вот это мне понравилось. Давайте так, биткоин идет на 300 тысяч долларов. Давайте наберем 300 тысяч лайков. Это безумие, я согласен. Но возможно, когда-то это видео столько и наберет. Я думаю, скорее всего, после того, как биткоин преодолеет 300 тысяч долларов. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И богатеете обязательно. Увидимся завтра в большом видео, над которым я уже работаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok